Небольшие такие путевые заметки. Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели. Да, у меня открыт балкон в офисе, вот он я. Рано утром, в 7 утра здесь сейчас будут мыть, убирать и так далее. Я воспользовался случаем, чтобы поснимать немного Дубая. Мне сказали, что даже если я уже снимал, снимать еще из разного другого ракурса. Вот вы видите 7 утровую пробку в Дубае. Она действительно существует, потому что люди рано на утром едут на работу, кто на 7, кто на 8. Это Шейк Заят Роуд. Здесь под вот этим вот кругом проходит огромная такая себе развязочка, плюс съезды на другие дороги. Ну а Шейк Заят Роуд является основной трассой Дубая, проходит через весь Дубай. Ну и вот тут потом дальше вот мы видим вот это то, что называется финансовый центр дальше, даунтаун Дубаи. Ну а я просто хотел показать, что наступила таки осень, облачка, облачность небольшая. Когда я ехал, еще голубого неба видно не было. Слушайте, тут где-то сокол у нас живет. Я только что его увидел и он улетел. Да, голубого неба вообще не было видно, было все затянуто такими вот облачками. Радует, радует такая погода. Сколько у нас температура, можете полюбоваться. 31 градус обещают до 39 сегодня. Так, днем будет ближе к дню 37. Вот показал или 36. Ну а вот там, вот там вот, среди облаков где-то спряталась Бурж-Калифа. Могу сказать, что все знаменитые фотки Дубаи, когда оно там, знаете, среди облаков торчат зубья различных небоскребов. Это сделано вот в такие дни, в такие моменты. Облачность низкая, это просто пар, да, пар горячего, горячей воды, горячего Персидского залива. Он вот, вот прямо где, видите, дома обрываются. И оттуда еще можно увидеть, как поднимаются тучки. Солнышко их отгоняет, жара пустыни отгоряет, но показ справляется. Слабенько солнце только вошло. Напомню, что день, особенно зимой, здесь намного короче. Солнце встает позже, садится намного раньше. Сейчас вот когда-то, 30-е, 29-е, сегодня 29-е, да, садится в 6 вечера. В 6 вечера, сравните со своими. Ну и вот тут станция метро Аль-Джафалия. С другой стороны, вот можно увидеть, как поезд подходит на станцию метро World Trade Center. Вот он такой вот. А вон и сокол, кстати, вот он. Слушайте, орет какая-то молодая птица. Где-то она прячется. Они где-то, видать, видите, вот в этих вот дырках завели себе гнездо, я так понимаю. А вот вы можете полюбоваться, насколько все мокро в эти дни, влажно. Ну, в те дни, не те дни, которые те дни, а вообще те дни. Давайте нарисуем и напишем. Это мой офис, чтобы вы понимали, с другой стороны. Вот как раз это окна здесь. Ладненько, вот опять поезд подходит. Полюбуемся еще. Там старый Дубай. Да, то есть как бы, чтобы вы понимали. Город строился там. Там впадает Дубай и Крик, такой заливчик себе небольшой. Там находятся старые шейховские соборы и так далее. Он пытался расстраиваться сначала там, потом поняли, что места не хватает. Здесь были пригороды, а потом начали строить вот эту вот новую вещь. Я людям показывал как-то фотки. У меня на Инстаграме есть соответствующие фоточки, где 25 лет разницы между Дубаем. Народу показал. Я говорю, так что ты нам показываешь? Мы здесь жили, мы здесь видели. Это все происходило перед нашими глазами и так далее. Вот здесь еще перед нашими глазами строится прям... Я приехал, эти дома только начали выползать из своего фундамента. А теперь, как вы видите, совсем круто. Вон вы видите арку. Да, это арка. То, что называется фотофрейм. Там знаменитый стеклянный пол. Не путать с прозрачным мостом этого... Как его там? Кличко? Нет, там нормальный прозрачный пол. Люди по нему ходят. Все хорошо, все замечательно. Вот это вот можно увидеть то, что называется Глоу Парк. Парк динозавров. Он скоро откроется. Он прямо через дорогу. Но чтобы попасть туда, надо обойти очень и очень много. По улицам, по пешеходным переходам и так далее. И тоже видно, как на солнце блестит влажная, то беговая дорожка. Я сомневаюсь, что ее поливали. Это ее точно, точно такая она мокрая. Потому что парк тоже как бы конденсирует на себя больше влаги. Ну, я уже много раз рассказывал, что климат здесь потихонечку, народ меняет. Меняет ввиду того, что когда ты вот это все строишь здесь в пустыне, вот это все оседает, оно потихонечку увлажняет, увлажняет, увлажняет. И из пустынного климата все это потихонечку переползает в субтропический климат. Ну и красивые, красивые кадрики. Не знаю, как вам, но мне нравятся. По-моему, отлично все это дело выглядит. Там яркие солнечные части, здесь еще, еще, еще туман борется с солнцем, с тучками и так далее. Ну и трафик, 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 трафик. Огромный город требует огромного количества машин, огромное расстояние. Все это, как вы видите, в развязках и тому подобное. Что здесь будет, я не знаю, но здесь, как вы видите, тоже что-то активно отстраивает, перестраивает. Видать, что-то такие построят тоже. Уже вон и дороги тут, развязочки и привязочки, все это приготовились. А вот там вот, видите, вот так вот живут люди на стройках. Ну там это больше офисы, но некоторые и живут так вот, вот в этих вот таких вот бараках. А если выехать за город, то все эти строители, все эти уборщики в таких бараках за городом и живут, получая по две тысячи. Ну что, полюбовались Дубаем, еще один заход, может быть, красиво, да? Может быть, где-то там, с той стороны, солнце, кстати, ползет со страшной скоростью вверх. Где-то с той стороны уже появился Бурж-Халифа. Еще один такой обход. Автобусы, кстати, двухэтажные автобусы здесь тоже вполне и вполне популярны. Я даже на них ездил, очень даже неплохо. Легенда про остановки с кондиционером. Не везде они есть, вот здесь вы видите, что их нет. Но на самом деле все крупные развязки автобусов привязаны к метро. И там в метро находится зал ожидания с работающими мониторами. Все четко, когда автобус приедет и тому подобное. И, соответственно, никто автобусы не теряет. Пройдемся еще раз, полюбуемся старым Дубаем. Ой, смотрите, птицы перелетные уже прилетели. Видите? Не видите? Как бы вам так приблизить, чтобы видно было. Судя по всему, какие-то пеликаны или еще чего-то прилетели отдохнуть здесь, в теплых водах Дубая и Крика. Да. Влага еще не эта самая. Нет? Не видно, не видно, к сожалению, Бурж-Калифы. А вот там вот видны какие-то другие здания чуть-чуть, как город-призрак, как город-мираж даунтауна. Видите их? Они в тумане, они в облаках. Бурж-Калифа где-то вот прямо у нас по курсу, но мы ее не видим. Даже глазами пытаюсь увидеть. Знаете, глаз человеческий абстрагируется, но ничего не получается. Зато шикарный вид вокруг. Ладненько. Буду прощаться. Напомню, что с вами был я, Игорь Шаститко. Напомню, что внизу в описании к видео о всплывающих аннотациях и всякого разного найдете то, что называется ссылками на другие видео. Вверху в аннотациях то, что теперь карточками называется. Внизу в описании в конце вот сейчас видео. Это все есть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Напомню, что кроме путевых заметок у меня есть еще и обзоры гаджетов. А еще рекомендую подписаться хотя бы потому, что время от времени я делаю прямые эфиры на различные темы и прямые эфиры с тем, что называется Дубай, и прямые эфиры с тем, что называется Технологии, распаковки гаджетов. Так что, думаю, вам понравится. Ну и вот он, вот он, вот он, вот он поезд метро. Метро здесь, кстати, абсолютно автономное, то есть им управляет робот. Да, на этом все. Увидимся. Всем удачи. Счастливо. Пока.